первая вылазка из дома за последние наверно дня три или четыре я как приехал вернулся из украины какое-то было 14 марта сейчас 18 14 марта я вернулся естественно там одежду всю снять себя догола все сжечь не в дословном смысле но сразу всем стирку сам в душ 15 на следующий день 15 я еще выходил на улицу в обед ходил на час в парк с дочерью и все потом вторую половину дня я уже был дома 16 я уже не выходил из дома 17 я не выходил из дома и сегодня 18 я такие выхожу из дома но не по своей нужде потому что работаем мы из дома всех в обязательном порядке а мне надо съездить таки на работу и сейчас расскажу почему с чего бы начать рассказ то наверное с текущей ситуации на 18 марта что происходит в джерси 267 подтвержденных случаев в нашей каунти миддлсекс каунти а здесь штук 20 районов в джерси это я даже не знаю с чем сравнить каунти округ наверно как район это не область это наверно как район так вот на район у нас сегодня 22 вчера было 17 сегодня 22 на 5 случаев больше ну правда и сейчас еще такая середина дня час дня всего на штат 267 и это где-то так на 90 больше чем вчера то есть ну а вчера соответственно было на 90 больше чем позавшая то есть это постольник у кейсов увеличивается день не прям удвоение но но темпы сейчас наверное такой вот самые такое активное потому что уже за сотню переварил паре перевалила в самом штате 267 это уже почти три сотни скоро будет а а значит это уже как бы довольно наверно критичная ситуация у нас если кто не знает объявлено уже следующий уровень state of emergency это был первый уровень а сейчас state of disaster катастрофы это объявлено было пару дней назад 16 марта и губернатор объявил о курфью это комендантский час с восьми вечера до пяти утра правда причем до этого курфью до этого комендантского часа в принудительном порядке закрывали только говермент структуры типа школ и других там заведений которые подчиняются правительству садики продолжали работать мы естественно дочь в садик не стали отдавать подумали ну его нафиг плюс у нас есть бабушка сейчас дома с если что всего есть кому занять посидим на домашнем обучение поиграемся в игрушки дома садик садики упорно не закрывались по крайней мере вот в наш который мы мы ходим и только после вот этого объявления state of disaster где принудительном порядке заставили закрыться многие заведения они вот написали письмо что простите родители мы не хотели но вот нас заставляют закрыться странная позиция конечно я понимаю что не все работодатели перевели своих сотрудников на домашнее обучение и многие родители еще на позачера обязаны были ехать на работу и соответственно куда-то надо было оставлять детей и для них наверное это решение что садик не закрыт ну опять же это надо чтоб звезды сошлись и ты еще не был как бы параноиком или там не верил в эти вирусы верил в теории заговора ну многое должно сойти чтобы тебе это было как действительно о вот это вот решение моей проблемы садик работает но и отлично отдаю ребенка такое дело в общем все закрыто система общепита ресторанам кафе и прочее разрешили не закрываться но чтобы они хоть как-то существовали это не сильно по ним ударила прям не обанкротила всех и мы разрешили делать только либо доставку delivery либо тейк аут то есть ты приезжаешь и забираешь с собой свой заказ но не сидеть там не питаться вот мы не пробовали пока у нас вроде как хватает и еды и запасов готовим дома то есть вообще для меня немножечко удивительная ситуация по джерси и по вот этим всем ограничениям в плане изоляции и самоизоляции дело в том что кто помнит мои видео во крайней мере по сравнению с киевом я первый год даже не полгода наверное первый год офигевал что здесь нет людей джерси нет людей и это самый густонаселенный штат один из самых густонаселенных людей нет по сравнению с киевом люди не контактируют здесь люди даже в одном доме живут они не видятся друг друга здесь нет общественного транспорта ребята все ездят на своих машинах это не киев от того что там в киеве сейчас закрыли метро но но люди теперь пипихаются как селедки в маршрутке и в трамвае и троллейбусе но это звучит смешно ограничивающие меры это ну это это глупо сделали а ну не сделали б здесь мне кажется изоляцию никто особо и не заметит потому что как бы все и так были дистанцированы друг от друга единственное где ты мог видеть людей это при походе в магазин а в магазин ты ходишь не каждый день потому что магазины что же здесь не как в киеве вот ларьки какие-то подларечные магазины частные здесь здесь обычная вот вынесена целая эрея с магазинами и ты туда и там в основном где-то гипермаркет и туда приезжаешь в худшем случае раз в неделю то есть четыре раза в месяц ты ездишь и ставишься некоторые два раза в месяц некоторые вообще один раз и на целый месяц ставятся очень редко когда там что-то там заканчивается или там скоропортящиеся и тебе надо выехать докупить помидорчиков реально иная ситуация где ты еще можешь пересечься с людьми это наверно в парках но в парках как вы тоже могли видеть по моим видео в парках тоже не так много людей а если они есть то это очень дистанция больше рекомендованной метровой дистанции это гарантированно как вирус долго не живет на поверхностях поэтому изоляция в джерси это звучит немножечко конфузно вот так я бы это сказал но она как бы и есть и я считаю что это правильно лично мое мнение в магазинах естественно все тарятся чтобы еще меньше туда ездить естественно сметенные товары первой необходимости возможно уже даже и второй потому что после стоит of emergency после объявления стоит of disaster и и закрытия границ в америке и прочее прочее вот этих всех мер то заходе понятно что люди своей массе они как бы паникуют и ну его нафиг я лучше затарюсь и и посижу этот период дома и правильно делаю поэтому все и сметено люди тратят деньги которые планировали тратить в течение месяца платят тратят их за день ну и потом месяц сидят дома и не тратят в принципе разницы нет наверное с точки зрения конечного пользователя вот так что я еду почему мне надо таки надо выйти из дома понадобилось а изначально потому что из за того что у меня произошел о полиция стоит произошел выезд за пределы америки вот в украину то что я слетал в пятницу а сегодня света у меня же появился новый штамп о въезде обновилась форма ай-94 которая на каком-то там государственном ресурсе ты ее можешь скачать это форма о твоем последнем въезде в каком статусе ты въехал что типа L1B дата дата окончания типа до сколько до какого числа валиден твой въезд вот но эту-то форму ты онлайн взял скачал и все у тебя есть pdf а вот то что у меня штамп поставили это мне нужно отсканить этот штамп теоретически я мог бы сфотографировать и отправить своему иммигрейшн департаменту но из-за того что у меня все документы которые мы будем подавать скоро на грин карту они у меня в pdf я хочу сделать все это красиво тем более офис все равно закрыт там никто туда не ходит ну попасть туда можно но там нет сотрудников если есть это какие-то единицы салфетки с собой санитайзеры с собой зайти отсканить паспорт и уйти такой был план но тут мне позвонил мой друг мой коллега Серега бывший сосед который тоже вместе со мной тоже будет подаваться вот-вот ну мы параллельно идем вот и сказал что я ему нужен у них там тоже какая-то ошибка ему нужен снова нотариально заверенный перевод а для этого я должен быть как переводчиком выступить мы должны поехать на почту где есть нотариус и это мне не сильно нравится потому что это относительно людное место я так предполагаю люди ходят наверное за эти посылки отправляют получают вот и лишний раз туда я бы не хотел ехать но мне самому понадобилась эта услуга потому что я случайно заглянул в перевод своей трудовой книжки который мне делала профессиональная переводческая компания из Киева у меня там была одна ну не то чтобы даже опечатка в отчестве то есть они там Сергеевич они там перевели там через двойное и а я и у себя по всем документам введу как Y.I. Сергей Ович Сергей Ович что-то в этом роде ну и вот чтобы из-за этого можно и так и так наверное но раз уже я веду по по одной транслитерации пусть будет везде консистент последовательно все это подумал ну ладно тоже подправлю и переведу сам себе вернее Серега как бы мне переведет сделать этот перевод но я туда заглянул и там такая дичь там такая ошибка номер трудовой неправильный даты неправильные номера наказов которыми тебя принято или уволено с места неправильные то есть вообще настолько это самый худший перевод в мире который я когда-либо видел и если вы спросите в какую компанию не надо обращаться спросите меня я вам скажу за переводами хорошо что я у них настоял чтобы они мне прислали док версию она у меня вот была я ее подправил все сам и написал там внизу табличку что я Сергей такой-то владею тремя языками удостоверяю сейчас Серега мне это все подпишет и мы на нотариуса заверим и я смогу это снова отсканить и отправить своему иммигрейшн департаменту ну короче мне помимо того что паспорт мне понадобилось еще и заехать к нотариусу как и Сереге вот такой вот план поэтому сейчас я еду на работу сканирую паспорт распечатываю то что надо будет заверить нотариально Сереге перевод трудовой книжки с Серегой встречаемся на почте в UPS там где нотариус есть там друг другу заверяем подписываем нотариус нам заверяет это нотариально наши персоны и в принципе потом это тоже надо отсканить снова ехать на работу но я скорее всего отдам Сереге он уже отсканит мне пришлось конверсию а оригинал я у него когда нибудь заберу мне он не горит вот как то так мы сейчас живем в в изоляции повторюсь что в принципе для меня не сильно что изменилось потому что из пяти рабочих дней я два работал все равно из дома понедельники и пятницы сейчас работаю все пять из дома изменилось только то что я из-за того что теперь долго работать из дома я все таки хорошо оборудовал себе рабочее место там у себя в этой в аквариуме в своем в предбаннике на балкончике поставил камин с утра просыпаешься включил каминчик пока там умываешься он уже там нагрел и ты садишься и комфортно себя чувствуешь в компьютерном кресле за компьютерным столиком с клавиатурами мышками это не то что ты там я те два дня сидя на коленках ноутбук на коленках делал сейчас как бы все прям профессионально со своим монитором который я когда-то покупал и делал репортаж вообще шикардос на этом мониторе работать с доками прекрасно экселечки отчетики работаем существенно ничего не поменялось сидим дома наслаждаемся семейными семейными узами семейными ужинами единственное да отметили мой день рождения в воскресенье вот так же самое внутри семьи и никого не звали потому что нет смысла все равно никто не придет дураков нет никто там не особо не боится но и рисковать лишь на раз никто не будет потому что у всех есть дети и родители все я почти приехал до работы довольно таки загружено как с утра прямо даже полупробочка была тягучка пока не увидел никакой разницы может быть сейчас сниму как оно выглядит на работе пустынный офис живой человек идет вот даже какие-то машины стоят это самая ближайшая парковка к работе а ну это разные уборщики я думаю можно не париться как ты запарковался Да, кстати, хорошее время Здесь навести порядок Собственно, вообще ничего необычного Точно так же Офис выглядит у меня в любой другой Выглядел в любой другой день Ну ладно, иногда там какой-то человек Еще тоже шел на работу Это вообще Изоляция Так, здесь будет интересно Как здесь вход Открыто, закрыто Сидит охранник На лифте Или по лестнице У меня здесь есть специальная салфеточка Поеду на лифте Нифига себе, по-богатому Санитайзеры Ну что, на работе даже есть какие-то люди Есть охранник внизу Охранится наша непосредственно Нашей компании На третьем этаже Айтишник сидит Видимо, поддерживает Должен кто-то поддерживать Wi-Fi, чтобы работал За что ему спасибо Потому что я все успешно распечатал Отсканил Проверил, что все получил И все Сейчас посмотрим еще, что там Так сказать В центре В одном из локаций Где сосредоточены вот эти торговые точки Там почта UPS Вот мы туда едем Посмотрим, что там Яаааа Тут уже целое Целое кладбище БУ салфеток Бактерицидных Антисептических Все сделали Почта работает Люди туда ходят Вот Серега Усадил малого Сейчас усаживает себя вот люди заходят периодически вон получают посылки отправляют посылки немного перед нами стояла одна тетка ну правда нотариус это вообще другая так сказать очередь но все равно за время нашего там прибытия только два человека было до нас и потом после нас еще пришла вот здесь торговый комплекс не знаю насколько вы здесь видно на этом солнце куда я хожу налоги подавать HR-блок здесь, шопрайт здесь вот там я так понимаю наверное тоже что-то работает потому что много машин как бы ездит ну немного, меньше на парковке вон сидят в машине одна в следующей машине там в маске сидит тетя вон через одну машину так что-то мигрирует что-то все в машинах сидят никто не выходит как будто здесь распыляют и передается просто вот по ветру как в фильмах ужасах в триллерах каких-то ну все я поехал домой я все сделал нотариально заверили Сереге отдал он все равно поехал на работу я его попросил чтобы он уже отсканил и прислал мне на почту мою часть документов все такая вот вылазка что-то это так что-то что-то так что-то